Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Юрий, и я приветствую вас на своем канале Лезвие Бритвы. И сегодня у меня распаковка. Перед самой распаковкой я хотел бы сказать несколько слов. Совершенно короткое сообщение, вернее сообщение, а даже объяснение, можно сказать так, для чего я снимаю распаковки. Как вы знаете, я сам покупаю все вещи, и в моих мыслях нет такого желания похвастаться. Тем, что я купил. А показываю я все, что ко мне приходит, и то, что я покупаю, только с одной целью. И цель это короткий анонс того, что скоро возможно, и скорее всего, будет на моем канале. Поэтому воспринимайте это более спокойно. Вполне нормальное, как мне кажется, желание сделать небольшой анонс, перед тем, как я начну применять все эти вкусности, скажем так, на своем канале, на своем обзоре. Итак, сегодня ко мне пришла посылка. Вернее, даже она пришла ко мне не сегодня, а пару дней назад. И пришла она с Испании, с магазина Gift & Care. Посылка шла ко мне что-то около полутора месяцев. И это абсолютно не вина самих испанцев. В нашей стране ввелся новый закон. Все посылки проверяет таможня. Все без исключения. И так, и из-за этого, так как это происходит, таможня не справляется быстро с тем объемом, который поставляет за границы различные магазины, торговые площадки и так далее. И наша нация очень любит подарки. Наша нация очень любит покупки. Ну, наверное, как и все. И поэтому большой объем всего это происходит. И таможня просто не успевает быстро все это проверить. Ну, а я же заканчиваю свое небольшое ответвление и предлагаю начать посмотреть, что же все-таки я купил совершенно недавно. Как вы видите, коробочка прошла такую, скажем так, неслабую проверку на прочность. И мы сейчас посмотрим, что же я купил. Я предлагаю вам вот так вот отодвинуть эту коробку и начать смотреть, что же произошло. Что же я купил и что же ко мне пришло. И первым лотом в распаковке сегодняшней моей будет очень долгожданная мною вещь. А именно, посмотрите, это чаша. Чаша для взбивания пены. Чаша от фирмы Perera Shave, если я не ошибаюсь. Даже нет, Perera Shavery. Имеет, сделана из пластика. Имеет ярко выраженные как пупырки, так и ребра. Я давно хотел приобрести себе эту чашу. Но мне не нравился изначально ее цвет. Изначально цвет ее был такой, скажем так, коричневый. Коричневый с небольшим уклоном в красный, наверное, вот так вот. И мне цвет абсолютно не заходил. Мне не нравилось просто обладать такой чашей. И тут совершенно недавно, ну я не знаю, не больше полугода назад, фирма Perera сделала несколько видов, несколько цветов для этой чаши. У Gifted Care на этой торговой площадке есть три вида. Чаша старого образца, будем называть ее коричневой. Потом чаша белая и чаша черная. Так как я на своих обзорах сбиваю пену вручную и всегда показываю сам процесс, мне показалось, что белая чаша не совсем подходит для такого занятия. Во-первых, пена не очень хорошо видна на белой чаше. И поэтому мой выбор был очевиден. Я, конечно же, взял черную чашу. Чаша сделана из пластика. У меня есть уже пластиковая чаша от фирмы Timeless Razor. Она мне очень нравится. И я не сомневаюсь, что эта чаша тоже будет у меня в любимчиках. Что можно сказать о самой фирме Perera? То это португальская фирма, скажем так, с семейными традициями. С 19 века она производит, известно своим производством мыла для бритья. Сегодня они также начали производить различные продукты, включая, как вы видите, аксессуары для взбивания того же мыла, вернее взбивания пены из того же мыла. Что же можно сказать о самой чаше? То она мне, конечно, очень нравится, как сидит в руке. Как вы видите, она очень удобная. Также мне она нравится, что она безопасна в моей ванной комнате. Что если даже она упадет, то и она сама не разобьется, так как утверждает производитель. И из-за того, что она имеет не сильно тяжелый вес, она не повредит ни, допустим, раковину, ни эту же плитку у меня на полу. Поэтому я очень доволен этим приобретением. И с удовольствием посмотрю, как она будет взбивать пену на моих обзорах. И я уверен, что это произойдет довольно-таки скоро. Следующим лотом моей распаковки, как вы видите, будет помазок. Помазок от фирмы Вулфикс. И имеет он название 404-й. Вулфикс 404-й это кисть, это помазок со смешанной щетиной барсука и кабана. Эта кисточка для бритья идеальный аксессуар. Те, кто любит бриться, тем, кто любит именно помазки с натуральной щетиной. А тут, как мы видим, имеется некий микс из кабана и барсука. Очень жаль, что коробочка, вы видите, имеет такой непрезентабельный вид. Но по большому счету меня это не сильно напрягает, потому что я не собирался дарить. Я покупал этот помазок не кому-то на подарок, а покупал его для своего использования. И поэтому... Ну что ж, коробочка всего лишь коробочка. Самое главное, это содержимое данной коробочки. Давайте посмотрим, как выглядит помазок. Имеет ручку, скорее всего, это ручка синтетическая смола, сделанная под слоновью кости или под кость какого-то другого животного. Как вы видите, немножко он примялся в процессе доставки ко мне. Но я нисколько не сомневаюсь, что после того, как я его промою, он примет презентабельный вид и будет радовать меня своей работой. Сам помазок, как лежит в руке моей, очень мне нравится, как поведет он себя на моих обзорах, как он будет сбивать пену. Мы в скором будущем обязательно это увидим. А я же предлагаю перейти на еще один следующий вот моей распаковки. И вот, что у меня будет следующим для вашего внимания. Стоит мне только перевернуть саму коробочку, и вы сразу догадываетесь, что это помазок и помазок от фирмы Simpson, и именно Trafalgar T3 Synthetic. Trafalgar это новая линейка Simpson с тремя великолепно созданными кистями Trafalgar. Сделаны они из единого синтетического узла, великолепно обработанная на токарном станке ручка, сделана под слоновую кость. Посмотрим, что из себя представляет данная кисть. Как вы видите, я взял именно третью, самую большую кисть из этой линейки. Узел ее, насколько я помню, имеет 26 мм. Общая высота самого помазка 100 мм. Ручка и сам узел, соответственно, по 50 мм. Вы видите, какая набивка у самого помазка. Довольно, в принципе, приличная. Присутствует стержень, скажем так. Выглядит это все красиво и замечательно. Также логотип старейшей, я не побоюсь этого слова, фирмы тоже приятно греет сердце. Почему старейшая? Потому что, насколько я помню, фирма Симпсон открылась еще в далеком 1919 году. И поэтому мы можем сказать с уверенностью, это получается сколько? 101 год. 101 год эта фирма радует поклонников влажного классического бритья своей продукцией. С нетерпением жду знакомства с данной кистью. Это, по большому счету, все покупки мои с Gift & Car. Также, не забыли они положить небольшие пробнички от Edwin Jagger, типа в качестве подарка, я так понимаю, за то, что у них приобрел данную продукцию. Я имею в виду продукцию по влажному классическому бритью. И пробник этот состоит из, я так понимаю, мыла и авторшейва. Скорее всего, бальзам или крем. Посмотрим. Может быть, когда-нибудь и использую его для ознакомления. Возможно, покажу его в каком-нибудь из обзоров. Также хотел рассказать вам быстро, поделиться недавними своими покупками уже в своей родной стране, а именно в Израиле. Совершенно недавно я побывал в одной из сетей, косметической сети, где торгует косметикой. Она у нас называется Super Farm. И там случайно обратил внимание на то, что проходит в этой сети акция, приуроченная, скорее всего, к Еврейскому Новому году. Потому что совсем не за горами, а именно 18 сентября в моей стране празднуется Новый год. Да, немного странно. Может быть, кто-то об этом не знал. Но мы, евреи, празднуем Новый год не 1 января. Наша дата, она каждый год меняется, так как и еврейский календарь немного отличается от стандартного календаря всего мира. И в этом году, именно 18 сентября, будет Еврейский Новый год. К этому приурочены многие акции в моей стране. И, скорее всего, эта акция тоже была приурочена. Я приобрел вот такие вот... Давайте я уберу в сторону вот такие два автошейва от фирмы Versace. Каждый автошейв мне обошелся примерно в 22 доллара. Я считаю, для такой фирмы, для такого имени, это вообще цена очень достойная. В каждом из этих автошейвов, как вы видите, по 100 миллилитров нашей драгоценной жидкости. Так вот, недавно были приобретены мной два этих автошейва. Один, я как понимаю, они, если и не родные братья, то уж точно кузены. Потому что линейка, я так понимаю, это одна. Порхон, так называемый. Если переводить дословно слово пор, то это будет слово лить. Какое отношение имеет это название, возможно, есть какое-то другое значение этого слова. Я его не знаю, но мы не для этого здесь собрались, чтобы выяснять именно значение английских слов. Мы собрались для того, чтобы посмотреть, или, по крайней мере, сегодня почувствовать, каким ароматом меня на ближайших обзорах порадует этот или другой авторшейв. авторшейв, а диколом после бритья, вернее, лосьон после бритья. Итак, первый лосьон после бритья, как вы видите, имеет, помимо главного названия, еще и второстепенное, скажем так, это Dillon Blue. Флакон стеклянный. Крышка не выдергивается, она откручивается. Лосьон, как вы видите, имеет, ну, дозатором это назвать очень тяжело, большое сопло, просто, я не знаю, придется очень аккуратно пользоваться им, потому что, если просто перевернуть, то весь лосьон у вас вылится за 2-3 раза. Итак, по запаху. Очень благородный, очень насыщенный запах, скорее всего, из разряда фужерных, сладкий первой нотой, и он плавно переходит в ароматику цитрусов. И эта смесь, именно сладкая, с переходом в кислинку, довольно приятна моему носу, скажем так. Так, запах насыщенный, хочу повторить еще раз, и вызывает у меня только одни положительные эмоции. Как же поведет он себя на обзоре, как он поведет себя на моей коже после бритья, мы совсем скоро об этом узнаем, дорогие друзья. Я не заставлю вас долго ждать. Второй же одеколон не имеет, как вы видите, второго названия. Хочу повториться, что оба одеколона имеют 100 миллилитров в своем объеме. Как вы видите, пузырек отличается. Если тот был полностью темный, я бы сказал черный, но, возможно, я не сильно вижу, сейчас уже вечер, и свет не так хорошо падает, как если бы это было днем. Ну, назовем это темным флаконом. То этот абсолютно прозрачный, имеет небольшие отличия, а именно, если в том была золотая крышка, то здесь серебряная. Что же по запаху, давайте сейчас я быстренько пробегусь. Для меня это классика цитрусовых запахов. В чем заключается для меня классический цитрусовый запах, это кисло-сладкий запах с явным ароматом цитрусового, как лимона, допустим, и лайма, или того же бергамота, так и сладких апельсинов, мандаринов. Очень созвучен, я хочу повториться, я уже неоднократно говорил, что цитрусовые запахи у меня ассоциируются с старым одеколоном, с названием Ажоны. Я не говорю сейчас о реинкарнации от Новой Зари, а именно старый одеколон из 80-х годов, который был мной очень сильно любим, и вот если внюхать из флакона, то этот аромат имеет практически точную копию аромата Ажонок. Но еще раз повторяю, у меня уже был один лосьонопосибритя с синтетичным запахом, а именно это был Хюга, и он из флакона пах действительно как Ажон, но при нанесении на кожу лица раскрылся совершенно другими ароматами, чем меня и удивил, и в принципе порадовал. Ароматы были прекрасные, и я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что данный одеколон, данный лосьонопосибритя, не поведет себя точно так же. По большому счету, друзья, на этом можно было и закрыть сегодняшнюю распаковку, но мы не ищем легких путей, и я займу не больше еще пару-тройку минут вашего внимания, и хочу показать вам еще пару вещей, которые я приобрел уже здесь, в моей стране, в Израиле. И именно вот такой вот крем, крем для бритья, крем с ментолом, и хочу просто сказать пару слов, почему я приобрел данный крем. Кто смотрит меня давно, помнит, что я высказывался очень хорошо о продукции, израильской продукции, а именно креме Мэм. И мне действительно так понравился, так понравился, скажем так, образец израильской ВКБшной промышленности, что я подумал, что если попробовать другие кремы, которые могут попасться мне на глаза. Скажу об этом креме так, это масс-маркет, его можно приобрести не только в косметических магазинах, его можно приобрести даже в обычных супермаркетах. Продается он практически везде. Стоит очень недорого и примерно в районе, примерно такая же ценовая категория, как и у крем Мэм. 3 доллара, не больше. Имеет в своей базе ментол и предназначен для различного типа кожи. Как он поведет себя в ближайшем будущем я, конечно же, его протестирую и вам расскажу. И в заключение еще один крем, но в данном случае это крем после бритья, что указывает нам данная запись Aftershave. Крем мной ни разу не использовался и тоже из разряда масс-маркета. Цена, правда, его немножко дороже, что-то в районе 5 долларов. Но для Израиля, хочу повторить, друзья, для, возможно, для других стран за шивпотреб, за товары масс-маркета отдать 5 долларов, за сколько здесь грамм? Здесь 120 грамм. За 120 грамм крема после бритья и, возможно, много. Но ценовая политика нашей страны и те большие налоги на ввоз различной продукции, которые есть в моей стране, диктует повышенные цены. И цена в 5 долларов, а именно в 20 шекелей, поверьте, ни одного израильтянина не сделает бедным. И за такую цену покупать у нас сможет любой, скажем так. Вот и все, что, в принципе, я хотел рассказать и показать вам на сегодняшней распаковке. я обещаю вам, что в самое ближайшее время многие вещи из сегодняшней распаковки будут у меня на обзорах. Возможно, все. Я еще не могу вам точно сказать. Но, друзья, смотрите меня и вы совсем познакомитесь, по крайней мере, посредством моего лица и моей головы, моих мыслей из этой головы. Я все вам расскажу, все покажу и скрывать, конечно же, не буду. А на этом я заканчиваю свою распаковку и, как всегда, по старой своей доброй традиции желаю вам, вашим семьям, вашим друзьям, вашим близким, вашим родным людям счастья, здоровья, наслаждений побольше. А я же всем прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин